Среди бытовых отходов живут больше года. Жильцы надеялись, перед днём победа ТЭЖ-2 сделает им подарок – вывезет мусор. Но вместо управляющей компании 9 мая пришёл бомж. Теперь покидать лакомое место он не торопится. Запасы отходов ежедневно пополняют соседние общепиты. Они за это платят. Я уверена, что они платят. Это же не просто так они сами, самовольно, естественно. Всё у них договорённость. Они говорят, договора есть. А там, не знаю, есть договора. Нам их не показывали. Жильцы говорят, их дом постоянно страдает от нежданных гостей. Бомжи, которые по ночам не дают спать, мусор, который выбрасывают сотрудники кафе и тараканы. Недавно появились ещё одни претенденты на бесплатную жилплощадь. Мыши. У нас деревянные полы. И они вот снизу попадают, грызут. Ты вот без конца только смотришь, где надо заделать какую дыру. Мыши без конца. До этого были тараканы. Сейчас чёрные тараканы начали появляться. А это двор по улице Крайняя. Дом 125 тоже страдает от соседства с общепитом. Посетители столовой устроили бесплатную автостоянку. Жильцы говорят, им самим не пройти, не проехать. В обеденное время до 25 машин. Защититься от массового наезда легковых автомобилей не могут помочь и сотрудники ДПС. Они и сами нарушают покой жильцов. Я к ним неоднократно подходила и говорила, ну это что, в правилах дорожного движения именно так написано, что вот вы на таком расстоянии. Ну а что они мне тоже отвечают? Вы знаете, это не ваша частная здесь собственность. Вот мы что хотим здесь? Вот приехали мы на обед и приехали. Эти деревья уже отслужили свой срок. От былой красоты теперь опасность могут обвалиться в любой момент. Людмила Колесова обращалась в МУП Садово-Парковое. Получила заключение. Дерево под снос. Однако на официальный документ у управляющей компании всегда есть ответ. На протяжении этих пяти лет я иду туда, обращаюсь, пишу заявление. Значит, если я пришла летом или осенью, они мне отвечают. Вы знаете, большая масса листьев, это очень тяжело будет спиливать. Давайте попозже. Попозже начинается зима. Зимой мы не подъедем. Давайте к весне. Весной приезжаем, а нам некогда, у нас начинается уборка. Играют не только среди мусора, но и самим мусором. Молодые мамы говорят, в таком дворе с детей глаз нельзя спускать. Боятся лишний раз выйти на улицу. Со всех сторон поджидает опасность. Может упасть дерево, обвалиться стена. Пока гуляют на свой страх и риск и ждут решительных действий от управляющей компании. Но управдомы этот двор обходит стороной. Мария Смирнова, Антон Романов, ТВ Центр, Саратов.